Всем привет! Расслабьтесь, поудобнее присаживайтесь, чаёк-кофеёк наливайтесь, у нас будет болталка о нашем, о женском. Хочется поговорить о том, что может быть как-то... Ну просто, короче, хочется об этом с вами поговорить, поделиться и посмотреть, что вообще вы об этом думаете, ваши комментарии почитать на эту тему. Хочу перед вами, скажем так, открыться, если так можно выразиться. Когда вы смотрите блогеров, вы видите идеальную картинку, в большинстве случаев, да, если человек за собой, скажем, женщина будем, да, у нас о бабском сегодня, о нашем, девочкином. Если женщина, скажем так, за собой, за внешним видом смотрит, там, причесанная, умытая, накрашенная, может, в каком-то там образе, постановочные какие-то видео, там, я не знаю, больших блогеров я имею в виду, да, там, о красоте, о чём-то ещё, бьюти-темах, жизни, неважно, там, сообщак вы смотрите, что из такого женского, а поговорить, там, я не знаю, Катя Коносова какая-нибудь, да, то есть это студийные какие-то записи с макияжами, люди там, да, ухоженные, я вот в этом плане говорю, да, либо вы смотрите инстаграм блогеров каких-то. В общем, вы смотрите определённый образ ухоженного человека идеального, все прекрасно мы знаем, что мы не идеальные, я в том числе, и картинка, которую вы видите в данный момент, да, я, например, потратила где-то сегодня час на то, что вы видите, да, я там помыла голову, высушила волосы, сделала себе макияж, на это у меня ушёл час. Я не идеальная мать, я не идеальная женщина, у меня такие же проблемы бывают, как у вас у всех, я не хочу, чтобы вы думали, что у меня всё идеально, просто у меня иногда есть такие комментарии о том, что вот, типа, ты идеально, всё вокруг, типа, ты пытаешься своим внешним видом, своим каким-то идеальной своей жизнью, своим идеальным мужем, мне тоже такие предъявы бывают, вот у тебя муж идеальный, а у всех остальных, типа, плохие, тебе просто повезло, и не надо говорить, что все так могут, как ты, или всех может быть так хорошо, как у тебя, а я вот в этом видео хочу сказать, что у меня не супер всё хорошо, я не идеальная такая же, как и вы, и никогда себя показать, пытаться там идеальной я не хотела, не стремилась, у меня такой цели никогда не было, и желаний таких, я такая вот, какая я есть, но я стремлюсь к идеалу, и я делаю себя лучше, как внешне, физически как-то, так и в моральном плане, в плане себя, как личности, и в духовном плане, например, из последнего, в духовном плане, как я считаю, выросла, благодаря ситуации, кризису и всему прочему, я не могу пройти мимо чьей-то боли какой-то, несправедливости и чужих проблем, и стала больше помогать другим, чужим людям. Раньше мне казалось, что не надо, короче, людям деньги давать, надо только еду, если они спрашивают, и всё в таком роде. Теперь я так не поступаю, если у меня есть, не в ущерб моей семье, скажу так, да, деньги какие-то, я их отдам человеку, которому они нужнее, потому что всякое материальное, это всё ситуационно. У меня, например, сегодня есть еда, есть кров, у меня мои члены семьи, родственники и ближайшие не болеют, мне на это тратить деньги, там, на одежду, ещё на что-то не нужно, у меня всё это есть. Вот этого мне достаточно. И у меня есть в кармане какая-то денежка, когда всё вот это вот есть, что я пописала, да, но рядом есть человек, или я увидела, шла какого-то человека, которому, например, сейчас нечего есть, которому нечем накормить детей, или у него нет работы. Сейчас очень многие, блин, 50% такой ситуации, люди, у которых нет денег на еду. Я это отдам. Для меня это, можно сказать, так, ну, они, конечно, нужны, деньги нужны всегда, но мне будет вообще не жалко этим поделиться для человека. И, возможно, это моя какая-то корысть определённая, я не скажу, это расчёт какой-то, это слишком такое слово неправильное, просто я всегда верю в лучшее в людях, я считаю, что если чем-то больше отдаёшь, тебе больше хорошего и вернётся. Я думаю, что если в моей жизни, не дай бог, когда-то наступит какая-то плохая ситуация с моими членами семьи или со мной, то найдётся такой же мимо проходящий человек, когда у него не именно денег, я имею в виду, а вообще поддержки какого-то, доброго слова или ещё что-то, какой-то помощью связи, какие-то знакомыми. Найдётся человеку, который сможет мне помочь когда-нибудь, да, что я встречу когда-нибудь в своей жизни того, кто сможет помочь мне. Вот в этом плане я выросла очень сильно за вот 2020 год, скажем так. Я раньше просто на это нейтрально относилась как-то, но не придавала этому огромного значения. Вот так скажу. Я стала в этом плане мудрее, старше, ответственнее какой-то гражданской позиции своей. Далее. У меня был такой камень в огород. Вот у тебя родится второй ребёнок, про его воспитание там детей было, да, потому что детей бить нельзя. Детей, блин, бить нельзя. Нельзя. Я, это слабость родительская. Но это не говорит, например, что я идеальна. У меня был период, вот вам скажу, что, когда ребёнок у меня очень спокойно, это всё всегда рассказываю, у меня был период, что я не могла настроить контакт с ребёнком, он ещё не разговаривал толком, это где-то около двух лет было, да, ребёнок вообще был, блин, неуправляемый, ничего выразить толком не может. Я была очень сильно уставшая, у меня несколько раз были такие срывы, и я шлёпала по попе ребёнка. Попа у него, слава богу, была в памяти. У него там все силы со всей дури. Но я понимала, что я просто не могу совладать ситуацией, как-то направить свои эмоции, его, как-то контакта вот этого, я не поняла, что ребёнку, блин, вообще нужно, что он там орёт и всё прочее. А это кризис определённый, кризис двух лет был. И когда я себя на этом ловила, и у меня замечание сделала моя мама. Сказала, Галя, я тебе ни разу в жизни, ни разу на тебя руку не подняла, и даже в детстве по жопе не шлёпнула. Я умела договариваться с тобой. И ты будь добра, научись договариваться со своим ребёнком, так поступать, как ты делаешь. Это ничего страшного, так, блин, 90% людей так живут. Она говорит, я тебе пример того, что можно и не так. Если я для тебя являюсь каким-то образцом подражания, посмотри, как я с тобой общалась, воспитывала и всё прочее. Вспомни своё детство. Общайся с ребёнком вот так. Моя мама мне указала, скажем так, на мою эту ошибку. Я когда снимала психологические видео, самые первые, что-то про детей затрагивала, мне главный укор был всех мамочек, которые не хотят видеть в своём глазу бревно, признавать. Вот я своё бревно в глазу признала, сейчас вам в этом честно рассказала. Мне не стыдно, потому что я исправилась, я знаю свои ошибки, и я знаю, что нужно с этим делать. Я приняла. Я не идеальна. Я об этом говорю. Когда я снимала видео психологические, матери мне, ой, у тебя нет своих детей, да так легко всё рассказывать, да всё из книжек начиталось, ни черта ты не знаешь, вот пороха нюхнёшь, поживёшь, посмотришь, как на самом деле... Вот у тебя дети родятся. Блин, поголовно, мне так этим гнобили, я перестала что-то затрагивать, тему родительских каких-то отношений. Видео вообще об этом говорить. Когда у меня родился ребёнок, пошёл опыт, вот я ему о своём опыте рассказала, я считаю, что я хорошая мать. Я люблю безгранично своё ребёнка, я делаю всё для него, я ему очень многое позволяю, я стараюсь воспитать грамотно и благодаря книжкам, каким-то знаниям личность. Я воспитываю личность, я помогаю ребёнку, да, в этом социуме адаптироваться, жить, заводить контакты. Это всё от родителей. Родители помогают, направляют своих детей. Естественно, они рождаются индивидуальными, со своими там характерами и всём прочим, но родители — это то звено, которое налаживает жизнь ребёнка и социума, да, помогает ему адаптироваться, существовать. Потом ребёнок становится самостоятельным, шаг за шагом, и всё это делать будет самостоятельно, вырастает. Я абсолютно добросовестно выполняю эту функцию матери. Я хорошая мать. И когда родился вот ребёнок, у меня вообще никаких как бы вот этих вот «вот ты, ты не хнёшь!» «вот ты, ребёнок!» тебя будет... Ничего не не хнуло. Я ко всему адекватно, спокойно относилась. И комментарий был такой, что «так вот у тебя второй ребёнок будет не такой идеальный, как первый. Вот тогда посмотришь». Тогда посмотрим, что Галя в видео какие будет снимать и рассказывать, типа, как детей не бить. Да у меня их три будет, четыре и пять детей. Я всегда буду говорить о том, что детей бить нельзя, это не выход, это слабость родительская. И мне интересно больше вас, вы что же... Почему вы человеку желаете, простите, говна? По-другому не назовёшь. Признайте в себе, почему вы на это так реагируете, что есть проблемы по этому поводу. Не у меня, проблемы у вас. И когда вы так говорите, вот родятся дети, вот ты посмотришь, как это было. А родился, блин, нет, не получилось. Второе вот у тебя будет, вот я тебе желаю, чтобы у тебя так плохо всё было со вторым ребёнком. Вот это вот пожелание, то есть, типа ничего такого плохого вы не сказали, но на самом деле под контекст такой-то, чтобы у тебя всё плохо, вот чтобы у тебя было... Хочется дополнить вашу фразу, скажем так, перевести на человеческий язык ваши истинные посылы о том, что я желаю, чтобы у тебя было всё так же плохо, как у меня. То есть проблема, собственно, у вас, а не у меня. Но чтобы вам было спокойнее, я хочу сказать о том, что я не идеальный человек. Я не идеальная мать. Я признаю свои какие-то ошибки. Знаете, сколько я ошибок надела, когда у меня только родился ребёнок? Огромная ошибка была, это слушать советы всех окружающих бабушек, дедушек. Я ещё не понимала тогда, что воспитание, даже те же всякие там прикормы, пеленания, укачивание детей, элементарные вещи в России, в нашем менталитете и в турецком различаются по-разному. Здесь дофига людей, вообще прохожих на улицах, которые любят давать непрошенные советы. Но не так, как в России. Тут это направо и налево. Тебя все здесь тюкают, 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 все советуют, советуют. Каждый считает, что он прав, а ты должна ещё улыбаться по турецкому воспитанию, говорить спасибо, мерси, конечно, мы всё учтём и всё прочее. Я тоже поначалу так делала. А теперь, либо если я вижу, что человек просто неадекватный, ему надо поругаться, просто залезть, я вообще с такими в контакт не вступаю. Либо если человек просто делает замечание какое-то, как всегда по-турецки это принято, я просто посылаю на три конкретных буквы. Спасибо за совет, я сама разберусь, это мой ребёнок. Вот такой ответ я делаю. Я не идеальная мать, я не идеальная женщина, я не идеальный блогер и человек. Почему я, например, крашусь, всякие такие макияжи делаю, кому-то они нравятся, а кому-то нет. Мне ещё пришло, как клоу, накрасила, всё прочее. Это мой YouTube, это моё хобби, моя отдушина. Мне нравится макияж и косметика, мне нравится экспериментировать, мне нравится краситься. Это своего рода самовыражение, мне нравится быть вот такой. Сегодня захотела, чёрным накрасила, завтра красным, пурпурным, розовым, хотела то одела, хотела это. Всё, как хочу, так и выгляжу, как волосы вообще обстригу, перекрашу фиолетовый, розовый, неважно. Мне нравится, я это делаю, в первую очередь, для себя. И мне нравится смотреть на картинку блогеров, которые накрашены, которые за собой ухаживают, которые почистили зубы, не знаю, подкрасили ресницы и помыли голову, в конце концов. На грязных людей. Потому что я считаю, что твой внешний вид, хотя бы элементарные моменты чистых зубов, волос, помытых, умытого лица просто, это уважение к окружающим. Это то, как ты чувствуешь себя изнутри. Я не всегда при таком параде макияжа, ну и блин, я с помытой башкой дома тоже, знаете, хожу, не крашусь я дома. Но смотря в зеркало, мне приятно на себя смотреть. Ощущение опрятности и чистости от человека, чистоты должно быть. И это твой внутренний мир. Если ты внутри чистый, опрятный, тебе приятно, ты во внешности это транслируешь. У всех бывают моменты там загнанности, усталости, да нет времени зубы почистить, бошку помыть лишний раз. Вообще без проблем. У меня тоже такое всегда было. Я не исключение, я не идеальна. Но когда ты включаешь камеру, как бы, или ты смотришь, как зритель на ютюбе, кого-то, блогеров, в виде чистых, опрятных, просто помытых людей, это приятнее, чем грязных каких-то. Просто исходя из этого, ты тоже транслируешь себя внешне так, визуально, то, что ты внутри себя, скажем так, чувствуешь. Почему люди, которые страдают депрессией, один из признаков депрессии, апатии, когда люди не следят за собой, да, они не встают за диванов, они безобразно выглядят, не моются, не чистят зубы, не подстригаются. То есть это, не будем забывать, что депрессия, это просто заболевание, да, все равно, но один из симптомов, да, человека есть на одной стадии, это вот внешний его вид, то есть он за собой вообще, то есть социально, как бы правильно сказать, никаких-то рамок не придерживается, он настолько на себя забивает, не чистит зубы неделями, с кровати не встает неделями, это депрессия, да. Вот оно, хоть это несмотря на то, что это заболевание, человек транслирует то, что у него внутри, он болен, ему наплевать, вот это социальное позиционирование себя, какое-то в силу болезни, диагноза, оно вот ходит, человек как бы вот это не контролирует, так выглядит и поступает, и все прочее, вы хотите ему из дома не хочется, там внешне как-то выглядеть, просто помыть зубы, почистить лицо, он, короче, что это не делает. И по сути, если у вас даже нет депрессии, просто в социуме, как вы выглядите, вы транслируете свое внутреннее состояние, если у вас внутри хорошо, то и хорошо выглядеть будете, он будет хотеться выглядеть хорошо. Это не с точки зрения, зрения, одобрения, социального, общественного, что люди подумают, или надо идти на макияж, на работу. Да нет, блин, просто почисти зубы, помой голову, все достаточно. Чтобы просто ощущение чистоты от тебя было. Больше ничего и не нужно. К чему это сегодня видео-болталка? То, что, девочки, вы смотрите блогеров, посмотрите на историю с Самойловой и Джиганом. Ничего не идеально. Это картинка. Я не идеальна, вы не идеальны. Это нормально. Вы просто видите самые лучшие моменты из того, что есть повседневного, бытового у людей, у всяких блогеров. У меня не идеальные отношения, там, например, я мать не идеальная, я вам сказала о своей проблеме. Когда-то я по попе своего ребенка шлепала. Несколько раз у меня такое было. Но я это вовремя остановила, проанализировала и поняла, почему я это делаю. И прекратила это делать. И тем, кто считает, что это нормально бить своих детей, я вам говорю, что это ненормально. Проблема в вас. Просто ищите свою проблему, улучшайте себя. Когда будет много хороших, добрых людей, думающих, что они делают, отвечающих за свои поступки, то и вокруг нас бы здоровая психологическая атмосфера. И вокруг вас будут более добрые, не злые люди. Вот что хочу вам донести. Пишите ваши неидеальные моменты, которые вы переработали, над которыми вы, может быть, сейчас работаете или хотите начать их исправлять. Исправлять никогда не поздно, в любом возрасте. Вы просто улучшаете это для себя, качество своей жизни. Вот что я вам хочу донести. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok